девочки всем привет а мы на центральном рынке в общем сегодня понедельник у лёши выходной у меня тоже решили прийти посмотреть ему джинс ну это лёш предложил в общем пришли я здесь не была 7 лет точно джинсовку я здесь покупала на центральном рынке но времени уже как бы много наверное 2 часа около 2 2 смотрим мы мы не знаем где здесь что где здесь джинсы вообще нет ничего трогать не нужно какие кепочки кепочки нужно в общем идем идем смотрим ну а чё здесь вот скрытые это мы зашли прямо сразу с остановки здравствуйте а я тебя не показываю ладно пойдем посмотрим ну может сейчас вам что-нибудь пока показываю обувной центр такой вот видите большой танки возят по асфальту я как дикой девчонки вот реально раньше вообще на рынок стабильно суббота воскресенье вообще постоянно сейчас веселых же нам джинсы нужны непонятно куда они идут а куда вы пошли непонятно непонятно никого нет никого ничего не трогаем а джинс а вот он говорил здесь гипермаркет где-то я а я прослушала на меня похоже что на меня похоже что смотрите как много джинсов сейчас что-нибудь будем выбирать не шаркой не шаркой никуда не надо ходить арсений что ты ведешь спрашиваешь папе карта у кого спрашивает а где а женский где можно виситам все страны как жарко я поняла отойдя отсюда все не здесь прямо кондиционер обогревает сильно сильно не поднимайте ноги ладно для меня это мужское а мне не надо я пока вот в этих вот хожу а а схудну тогда уже весной куплю что нибудь затем вообще сюда пришла ускажите мне в этом подшивают сразу стоят машинки хороший вот вижу такие мне нравится но это однотипный как у меня только без пуговица на волне интересно на меня сейчас размер есть пойдемте ноги поднимаем не надо шарка давай папа будет джинсы одевать мере трусики снимите варежки мальчики хотя бы я уже в третий раз говорю помочь а все же давай варежки мальчик не раскрывать не раскрывайте по длине по длине по длине нормально я нормально не видишь где-то вообще не для чего снимать может мне помочь чем ребяте ты же не босиком будешь ходить ботинки тобой повернись и ботинки обои что посмотреть ботинки нет мне вот тут вот не нравится как-то вот это место а можно сразу длину здесь обзать понятно еще светлые на 32 выберите светлые какие-нибудь эти мне не нравится вот такие 32 может быть они какие-то некрасивые смотри какие тебе понравились а задом ну вот эти вот лучше чем те светлые мне они больше нравятся а тебе как комфортно в этих ну давай двое возьмем купили двое дома посмотрим покажем ну подшить не удалось а сколько вообще стоит здесь подшить бесплатно а сегодня выходной да а в течение какого времени с 11 до 4 а а я могу дома сделать так как надо и принести без него да и он сразу при нас сделает подошел ага я поняла да я поняла спасибо спасибо до свидания до свидания на 3050 рублей две пары джинсов и подшить бесплатно замечательно ну пойдемте на улицу везет что сейчас дам скользко центр города девочки это вам показываю какие дома здесь понимаете вот тут вот фикс прайс наш который у рынка вот центральный рынок понимаете давай ручку скользко здесь прямо и дождь идет одели капюшон вот я не понимаю честно искренне не понимаю почему по городской улице фасадная часть вот в таком виде вот честно не понимаю я понимаю сейчас вот за угол зайдешь там вообще ужас да ну вот здесь вот не понимаю Арсюш вот сюда вот иди перешагни да еще вот такие вот дела у нас видите новостройки как бы все нормально но вот это я понимаю что возможно это будут сносить я понимаю ну это очень много лет в таком состоянии все а нам прямо мы решили пойти пешком хотя можем прийти дорогу и обратно вернуться к остановке пойдемте зеленый а не буду пошли увидел арсений площадку мы зашли вот туннель 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 а дождь идет блин погода отвратительная ужас какой пакет отдай папе это поиграем на цене koş хотя у нас тоже неплохие у феди капюшон расстегнулся какие качели давайте хоть варежки оденем а сейчас там холодная же это к варежке у папы это мой гномик тебе тоже вот сейчас немножко здесь поиграем а лёш давай учили седьмую школу пойдем и все мы здесь можем быть ну очень здесь и пойдем чтобы вокруг не идти мы сейчас вот здесь срежем и выйдем к нам на ташкентскую почему так вот такой вот дом не отказалась жить ну пять восемьсот квартир здесь я смотрела такие девочки дела что нам снег что нам зной что нам дождик проливной когда мои друзья со мной когда моя семья со мной а ты не вылетишь не девочки а я же вчера жирала так попрошу не выражаться я так наелась что у меня вот тут состояла прямо было очень плохо я боялась что у меня будет на весах сегодня арсений перестань и в общем и в общем в общем все было нормально на весах 0 ну слава богу что 0 ну хорошо хоть не плюс я консультируюсь девочки у машин маша ведет канал девочка с севера худею я худею в общем я ссылочку на ее канал оставлю в описании под видео она сама очень сильно похудела на 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 30 с килограмм вот наш прости если я там где-то недооценила ну не зазвала точную цифру вот она на интервальном голодании она худела по барменталю в общем она все рассказывает рационы свои показывает загляните посмотрите к ней кому интересно вот если у меня есть вопросы я спрашиваю нее она мне подсказывает то есть я знаю что очень много каналов на ю тубе есть но знаете что чтобы каши в голове не было я определилась с интервальным голоданием что мне так удобно я голодно себя вообще не чувствую я просто считаю калории белки жироуглеводы я 10 раз уже это говорила многие этого не понимают но можно есть белый хлеб но он очень калорийный можно есть сахар он очень калорийный получается я съем чуть-чуть белого хлеба и сахара и вот мой весь рацион грубо говоря поэтому я ем большие порции как я как мне нравится и все нормальный вес уходит поэтому девочки если если как бы непонятно да вообще вот эта вся тема там туда-сюда маша проект тоже все про все рассказывает там у нее хорошие мотивационные видео где она в большом весе где она сейчас сейчас она в естественном весе до в настоящем вот так что ссылочку оставлю на ее канал у себя в описании под видео вот а так все все нормально я девчонки реально сытая вообще а вода воду выгоняет жиры растворяется много качается наша прогулка с вами а сегодня я половину первого завтракала а почему потому что я не хотела есть и все равно даже ела ну сильно не хотела так немножко вроде бы съела яичко жареное что еще а испекла опять этот пирог банановый овсяный с бананом ну поняли да которая уже показывала 30 грамм сыра я съела и чай все нормально и вообще естественно есть не хочу час назад ела в общем вот все они без сна сегодня не будем укладывать спать просто пораньше ляжем и я я хочу лечь пораньше чтобы раньше встать почему такие вот дела все пойдем мы наверное домой дома увидимся джинсы поверит а я завтра сюда принесу подшить вот девочки еще хотела показать дом видите это в элитном секторе вот вот это вот элитное здание ну поняли короче дом до многоэтажный и вот ну понятно что его будет сносить все понятно но живут там люди да и сейчас идем идем такая каша вы понимаете дом грэни это дом грэни банька то есть это не дом грэни забрели девчонки ну не нормально мы знаем куда идем но зато хорошо время проводим солите какой теремок хотел вам теремок спина чешется по тело сейчас они купаться будут да здесь грязные варежки грязные сейчас постираемся помоемся завтра садик до 5 до теремок давай руку а то это здесь скажешь да отлично теремок пойдем пойдем девочки хотел вам показать вот здесь пятиэтажка вот такой вот дворик небольшой и здесь летом очень красиво здесь хорошие клумбы прям по периметру вот у каждого подъезда вот ну прямо вот между дверьми да везде везде классные классные цветы за ними ухаживают все жители всем здоровить и елочки растут там сосенка прям здорово вообще тут вот на это уже к этому дому относится чего ты чуть не упала чего ты смотришь кто идет девочки иду одна на улице так хорошо прямо иду еле-еле одной пишу другой зачеркиваю отправила лёшу с детьми домой потому что ноги уже сырые вот а я пошла в магнит купила купила девчонки непонятно что купила как бы вроде бы у меня все есть это внепланово я пошла за сметаной девочки я пошла за сметана я хожу вообще со своими пакетами ну стараюсь если не хватает то покупаю там атака у меня сумки всегда фикс прайсовский он крепкий не нравится он мне не нравится вот у нас упаковка не могу зайти купить нейтральный пакет и вот и короче говоря купила сейчас приду домой покажу что купила и хочу сразу поблагодарить мою подписчицу простите забыла как зовут и сейчас даже не обратила внимание на имя может обратила почему она сказала что в магнит магните сейчас мой чай зеленый дешевле чем фикс прайсе до 49.90 я купила спасибо большое и сейчас покажу когда приду что вообще взяла ничего не взяла 600 рублей потратила но там долго играющие продукты не то чтобы вот она один раз сегодня будем доедать то что есть со вчерашнего дня осталось ну вот там же курочка или вешечка и пюре шишка не знаю я наверное не буду это есть курочку только вот чай крышки грызла девочки я люблю кожу я ее снимала и отдавала лёшу а слеза течет у меня вот очень хорошая погода вот дождика нет когда был дождик был прям ветер пасмурно так прям надо противно а сейчас прям так здорово вообще и я в тишине одна иду блин течет слеза так что вот уже к дому подхожу все такие вот дела девчонки прогулялась сходила в люди одна девочки пришла я домой я думала мои купаются они спят федер спали спать лег а сегодня сейчас здесь уснул представляете хочу хочу показать что купила понравился мне этот пирог с овсяными хлопьями но вот это вот киркулес я буду перемалывать погрубей ну знаете что нормально будет с бананчиком с яичком очень вкусно реально нормально раньше я такой даже есть не стала ну даже не стала а вот сейчас как бы как заменитель да вот сладкого скажем так на десерт вообще замечательно и взяла вот такую вот кашу велка 5 знаков по акции она была овсяный пшеничные чмены пшенные ржаны ни разу не варила такую вот попробую отборное молоко взяла вот завтра свою такую кашу с молоком 50 на 50 воды молока и вот этот кашу тоже 54 рубля акции взяла вот такие вот булочки гречневые девочки ну блин да взяла у нас нет магните цельнозернового хлеба в общем такие мягенькие я себе пакет открою чтобы они были не очень мягкие там по калорийности не сильно много и риски корм причем на ценнике было 66 рублей 44 пробили с чем-то я же прямо в шоке было его господи сколько он стоит она есть редко но есть он должен быть у нас сметану взяла это вот из той серии который я творог показывала тоже было по не бру не по акции по акции была простоквашина 20 процентная а это 15 ну в общем сметанку взяла девочки взяла побаловаться по акции три раза ставила его и в итоге говорю блин так захотела попробовать я понимаю что это ерунда и она небольшая вот я сейчас говорю про него мне его хочется прям вот с этими вот булочками помазать на хлебушек прям слушать ну прям реально слюни сыр зеленью и огурчиком понятно что это можно самим сделать но захотела попробовать 34 по моему рубля я кстати знаете что не могу я этот чек в магазине смотреть я его сфотографировала и там уже в телефоне но увеличила проверяла потому что там освещение позорное и видите бледно как понимаете вот я вот так как бы для вас покажу но получилось на 603 рубля скидка даже почти 15 рублей так взяла сгущенку сейчас же масленица кстати поздравляю всех так мне не хочется на самом деле работать я хочу с детьми сходить в парк когда будут ну чучело сжигать пугало кого там ну вообще масло сжигать вообще деградирую конкретно и в общем я хочу блинчиков спечь но это сегодня может быть спеку если они захотят если нет то на неделе в общем вот такую сгущенку взяла мальчиком взяла тоже вытаскивала искал одинаковые йогурт вот такой земляникой в общем растишку по одной штучке какао тоже выбрала один рецепт пирога туда нужно какао но я не думала что я знаю что вроде вот это вот нормально не думал что она такой дорогой 93 рубля и здесь сколько короче вес небольшой до объем вес объем но я не всю конечно чисто так мы никогда мы не пьем какао в принципе вот что-то не заходит у нас мальчишки вроде попросят а потом не пьют так что сколько-нибудь положу посмотрю чтобы до цвета может быть пирог зебру сделаю до такой типа ппшный вот тут смотрю рецепт какие-нибудь вот так по акции взяла две шоколадки это с фундуком это значит орел по 39 ну наверное 90 в общем сейчас показывать не буду уберу потому что есть вот этот пирог банановый это когда уж сильно хочется что-то к чаю окламываем две дольки три дольки они могут съесть ну то есть по 2 по 3 нормально и надолго его хватает я кстати тоже могу съесть и вот чай взяла ну почему такая вот закупочка на 603 рубля у меня получилось все сейчас буду у меня есть отваренная сейчас покажу что мне есть вот у меня есть отваренный уже пульончик такой на куриной грудки я мякоть на котлеты помните я несколько дней назад котлеты рубленые делала ну жарила на сковородке в общем вот у меня осталось значит вот это вот грудка сама косточка есть вот такие вот вермишельки яичные они в упаковке продавались пластиковые магните я никогда никогда их не покупала вот решила попробовать и я сейчас вот это все дело перелью ну вот это переливаю эту кастрюльку мне просто кастрюлька нужно было поэтому перелила в мисочку и доведу до кипения и засыпаю вермишельку и вот они вот так перекуси потому что они сейчас спят голодные а скоро уже вечер по счету уже почти вечером поэтому они перекуси так как бы легенький такой супчик будет да а на ужин уже там пюрешка с рыбкой ой с курочкой с рыбкой и девчонки я сама есть хочу в общем вот так вот ладно будем с вами прощаться что у меня тут хотела вам показать ну чтобы вы понимали да вот тут вот вот эти вот окрачка здесь пюрешка а девчонки я вчера купила икра ментая в банке ой какая она соленая учесть то что я сейчас же соли мало ем она очень соленая прям вообще мне немножко на бутерброд намазала масло сливочное и икру ментая может быть сегодня кстати тоже что-нибудь такое сделаю ну она мне понравилась но она очень соленая для меня сейчас это мед лёша ест там творожок это оливьешка тут еще и это лёша сейчас кстати ел и вот там вон мое лечо о вернее рагу лечо лечо с рисом который я готовила ну как бы все здесь вот непонятно что и сыр вот кстати я говорила киеве вот в такой баночке 39 рублей видите мы тут немножко немножко их едим потому что никто не хочет капусту некоторые детьми но буду сегодня есть почему так все девочки спасибо что были сегодня с нами всем пока